Несмотря на то, что первые опыты по передаче картинки на расстоянии начались в конце 19 века, в середине 20-го телевидение все еще считалось молодым искусством. Развивать этот жанр были призваны работники радио, театральные актеры и режиссеры. Поэтому не случайно, что одним из первых прямых эфиров центральной студии телевидения в 51-м году стал показ спектакля малого театра «Правда хорошо, а счастье лучше». Многие постановки тогда транслировались не из студии, а прямо с театральных подмостков. Ну вы представляете, что такое театр? Там сидят люди, и там надо тоже двигать камерами таким образом, чтобы не мешать им смотреть, а то ведь засвистят и говорят, уходите отсюда. Театры разрешали снимать только те спектакли, которые уже давно шли в репертуаре. Телевидение стало развивать собственное художественное вещание. Летом 54-го года впервые по ТВ выступил Иракли Андронников с монологами о русской литературе. Поэтесса Агния Барто как-то написала, они созданы друг для друга, Андронников и телевидение. Он никогда не подготовил ни в какие записочки. Он знал, и он существовал в этих историях. Мало того, что он существовал в этих историях, он существовал в лицах, он в них проникал. Я думаю, что с вашей помощью мне удастся доказать, что потрепаться – это вовсе не такое простое дело. Попробуйте поимпровизировать. Я думаю, что это у вас должно получиться. Что я мог ответить ему? Он был органичен, ярок и очень-то очень научно и литературно. Это была какая-то удивительная фигура. Сначала все программы и спектакли шли вживую. Иногда эфир снимали прямо с экрана кинескопа. Позднее появилась возможность осоранее записывать спектакли на пленку. Их монтировали, проводили озвучание. Все как в кино. Телевидение создавало свой телетеатр. В 1955 году в Москве насчитывалось 15 тысяч телевизоров. В штате Центральной студии всего 80 сотрудников. Знаменитая Шуховская башня, Центральный корпус и Студия А – все, что было тогда в распоряжении ЦТ. Советское телевидение развивалось очень быстро. Расширялись технические возможности и творческие бригады придумывали новые программы. На Шабловке становилось тесно. Уже в 1956 году Студии А стало не хватать. Бесконечные репетиции, обязательный вечерний эфир – все было втиснуто сюда. Дикторов стали записывать в небольшом чуланчике за стеклом, прямо над комнатой, где хранились телекамеры. Лязг железа за стеной сливался с голосами. Звукорежиссеры были возмущены. Но видеорежиссеров картинка устраивала. Они отстаивали приоритет изображения. Чтобы решить эту проблему, на Шабловке построили еще одну студию «Бен». Ласково ее называли «Букашка». Хотя она была большей первой студии в два раза – 600 метров. В студии «Б» снимают и сегодня. Правда, всего одну программу и раз в полгода. Прожектора осветители любезно согласились включить специально для нас. В свете хорошо видно, что в бывших аппаратных устроили склад. А вот это табло давно уже не работает. В буфете, который когда-то располагался в фойе Шабловки, остались только пустые коробки из-под конфет. Зато горят лампы и зеркал, перед которыми в свое время прихорашивались дикторы. Возможно, именно в этом кресле парикмахер готовил к эфиру Валентину Леонтьеву и Леанну Шатилову. Оно все еще на ходу. Раньше Шабловка работала на полную катушку. Учебные программы. Так жалко, что это все прикрылось и все вот это закрылось. Ксения Маринина, как и многие, пришла на телевидение из театра. Бывшая актриса и режиссер МХАТа переквалифицировалась в телережиссеры в 57-м. Все эти годы она тщательно собирала все, что было связано с телеэкраном. На сегодня ее домашний фотоальбом пуст. Все архивы Ксения Борисовна передала в Музей телевидения и радио. Существует он с 2001 года. Правда, пока только в интернете. Если вы захотите узнать о развитии отечественного ТВ подробнее, заходите сюда. И не забудьте поздравить Центральное телевидение с юбилеем.